Всем привет, с вами Информ ТВ. Девушка с необычным именем Серафима просто обязана была стать знаменитой. Детство актрисы было окутано атмосферой сказки, ведь отец девочки Савелий Низовский совмещал серьезную должность журналиста с работой писателя детских книг. И, как несложно предположить, так или иначе все его персонажи были похожи на любимую дочь, которая с радостью слушала рассказать сам. Низовская не понаслышке знает, как нужно бороться за мечту. Актриса несколько лет подряд не могла поступить в театральный вуз, но все-таки в итоге сумела убедить комиссию в своем таланте. Потом были эпизодические роли и очень долгие поиски себя. И все же популярность настигла актрису лишь после того, как она появилась в сериале «Молодежка». А вот личная жизнь Серафимы тоже не складывалась идеально. С первым мужем, продюсером и журналистом Сергеем Кишишевым, Серафима познакомилась на съемках программы «Спортлото». Он снимал другую телепередачу в смежном павильоне. Между ними завязался роман и уже через два месяца влюбленные сыграли свадьбу. В 2006 году у них родился сын Гектор. Но, несмотря на это, союз Сергея и Серафимы не оказался крепким. Вскоре супруги расстались. Причина неизвестна. Спустя всего пару лет она опять влюбилась. На этот раз избранником стал актер Виталий Кудрявцев. Он стал отцом второго сына актрисы Савелия, который родился в 2010 году. Но, к сожалению, и этот брак долго не продлился. Пара развелась. Когда же выяснилось, что Виталий встречается с партнершей по фильму «Слишком красивая жена» Марии Куликовой. Поклонники принялись обвинять того в измене. Якобы именно его роман с известной актрисой стал причиной развода. А на Марию посыпались проклятия, что она увела мужчину из семьи. Однако, неизовская опровергла все домыслы. Звезда сейчас поддерживает хорошее отношение с новой спутницей Кудрявцева. Серафима говорит, что встречаться с Марией Виталий начал уже после расставания с ней. Сейчас женщина проводит большую часть свободного времени со своими детьми. Она не афиширует личную жизнь, но при этом не скрывает, что окружена мужским вниманием. Говорит, что рядом с ней есть любимый человек, но она не хочет пока что с ним съезжаться, так как мечтает сохранить уют и жизнь с детьми. Кто этот мужчина покажет время, если, конечно, Низовская выйдет за него замуж и раскроет нам все карты. А как вы считаете, правда ли, что Виталий не уходил из семьи? Возможно, Серафима просто слишком добрая или хочет сохранить хорошее отношение с мужем и поэтому именно так представляет эту ситуацию? Свои мысли пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!